Здравствуйте, дорогая публика! Я беседую с Максимом Вялковым, которого пригласил Дмитрий Олег Читопчий. Максим Вялков, он был у меня однажды на канале, рассказывал про числа, в общем-то говоря, про математическую такую, фундаментальную математическую проблему. А сейчас речь пойдет у нас, ну не знаю, сказать о богословии, наверное, не очень хорошо, о теологии тоже, наверное, не очень хорошо. Но о чем пойдет речь, он сам сейчас расскажет, да? О чем у нас пойдет речь, Максим? Ну, во-первых, хотел бы выразить признательность вам, Борис Сергеевич, и Дмитрию Олеговичу тоже за приглашение. Насколько я могу судить, речь идет о каких-то околорелигиозных темах, околорелигиозных вопросах, которые волнуют широкую общественность. А многогрешный аз подвизается на ниве, как говорится, публицистики на околорелигиозные темы. Ну, может быть, имеет смысл как-то поговорить, но в таком повседневном ключе, не академическом, потому что я специально академически не готовился. Ну, понятное дело, да. Я богословских трактатов не читал, значит, каким-то серьезным экспертом себя не считаю, просто признателен за возможность высказать пару мыслей и пару соображений на этот счет. Ну, высказывайтесь, пожалуйста, а потом я задам вопросы. Да, я, в общем-то, как-то ожидал, что как бы... Я спрошу, да. Да, что вы зададите темы. Я спрошу сейчас. Вот не так давно один из наших член-корреспондентов Академии наук, он высказывался на некой такой конференции, на которой участвовали священнослужители. Он был директор Института генетики. Высказывался на тему, что вот раньше, когда-то, значит, патриархи, типа, значит, вот, отца Ноя, да, они жили по 900 лет, по 800 лет, а сейчас все времена не те. Из-за греха по грехам нашим изменился наш, значит, генофонд, и мы теперь живем меньше, да. Вот раньше старение начиналось несколько позже, жили вот такие вот отрезки времени. Вот как к этому можно относиться? Дело в том, что сейчас сразу вспыхнула волна разговоров в интернете о том, что что за безобразие, что твердят академики, да, а с другой стороны, ну что они твердят? Как быть, как относиться, по-другому говоря, как относиться к чудесам, которые описаны в Библии? Вот, собственно говоря. Ну, про данные конкретные, так называемые чудеса, потому что я не очень люблю слово чудеса, сразу скажу, потому что это слово ничего не значит. Нам надо, прежде чем мы говорим о чудесах или не чудесах, нам надо договориться о лексических значениях слов, о значении терминов, о понятиях. То есть, что мы под этим подразумеваем? Для меня, например, чудо каждый день, я вот когда просыпаюсь, потому что, ну, а мог быть и сердечный приступ, например, да, я бы не проснулся. И то, что проснулся, это тоже большое чудо. И когда я смотрю на устройство, значит, космоса, да, вот всех вот этих вот звезд, я понимаю, как всю химию, более-менее понимаю химию, физику, процесса. У нас в школе там астрономия была, но для меня это воспринимается все равно чудесно. То есть, знание того, как устроена там луна, звезды и так далее, не мешает любоваться их красотой и считать это чудо. Вот, поэтому о чудесах надо договориться. Здесь большая, так сказать, профанация всего, всей этой истории. Ну, во-первых, буквализм касательно сроков, буквализм касательно каких-то эпох, буквализм касательно временных периодов. Это, нам надо сказать за это спасибо новым переводам Библии, которые начались вместе с эпохой реформации, и, если быть более точным, с эпохой печатного станка, когда стали массово доступны переводы Священного Писания с языка оригинала, в частности, масорецкого, на английский, немецкий, французский, на основную группу европейских языков, и, в конечном итоге, на русский в конце 70-х годов XIX века. Там была очень такая полудетективная история в составлении синодального перевода Священного Писания. Почти весь XIX век он готовился, ну, там, с 20-х годов XIX века, и сейчас для многих Священное Писание доступно именно в современном языке. И когда человек прочитывает русский текст, представляется, что это вот такой вот как раз буквальный срок и есть, что вот там 900 лет, 1000 лет, конкретный человек вот именно столько и жил. Но если мы посмотрим текстологически, полеографически, сравним подобный текст с соседними текстами, которые хронологически и географически присутствовали, то здесь есть несколько, несколько, так сказать, соображений. Первое, то, что текст художественный, имеет, ну, то есть не полностью художественный, имеет художественную составляющую, то есть это поэма, и поэтому увеличение возраста – это литературный прием, придание персонажу какого-то определенного веса, потому что вот считается, что старейшина, ну, на простом языке, то есть старейшина обладает авторитетом, соответственно, чем он старше, тем больше у него авторитета. Вот такой вот литературный прием, он очень часто используется в ассирийской литературе, в халдийской, там этот вообще как там 5000-летний, да, то есть богатый годами человек, он, значит, богатые знаниями, следовательно, ему вменяется определенный какой-то существенный авторитет. Замечу, я здесь не… вопрос не стоит об отрицании бытия Божия, да, здесь вообще не касается вопроса чудес, а вопрос вот самой литературной формы, в которой изложена вся вот эта фабула, с одной стороны. С другой стороны, это временной период может говорить о, скажем, о сроках существования того или иного поколения, то есть иногда там поколения, род назывались по имени его основателя, хотя основатель мог к тому времени уже давным-давно отдать богу душу. Это тоже достаточно часто употреблялось. И даже сейчас мы говорим, допустим, там, народ Израиля, хотя тот самый Израиль, он уже давно не живет, его уже давно как бы, уже давно сейчас нет. И, значит, третье соображение, оно заключается в том, что, опять же, тот пример, который я приводил, рассказывая о числах, о разных системах счисления, что современные арабо-индийские цифры, которыми мы пользуемся сейчас, они появились сравнительно недавно, а вот в те времена, когда составлялось пятикнижие, тогда не было этих цифр, и тогда использовались буквы. То есть буквами записывались и цифры, и слова, и часто употребление тех или иных чисел, оно может иметь такую прием, как бы, игру слов. То есть это может быть одновременно и число, и некое слово, которое обозначает какое-то качество. То есть это надо просто открывать масоретский текст, еврейский, и смотреть, что именно там написано. Часто может быть, что записано как число, а на самом деле это аббревиатура, то есть сокращение какой-то фразы, описывающей там какие-то качества. И вот три вот этих соображения, они... То есть это с одной стороны. А с другой стороны есть такая именно протестантская идея соло скриптура, то есть только священное писание, которое относится со всей степенью серьезности к буквальному пониманию текста, и до предела это развито, например, у южных баптистов в Соединенных Штатах, которые вот берут английский текст священного писания, и как вот он на английском написан, так его понимают и буквально. То есть написано 900 лет, значит, это точно 900 лет и все. Там написано, что этот мир создан за 7 дней. Значит, за 6 дней, да. Значит, 144 астрономических часа, как мы их сейчас знаем. И все. И ни влево, ни вправо. И вот в этом заявлении, которое вы сейчас процитировали, мне видится повторение того вот самого модернистского восприятия, буквалистского модернистского восприятия священного писания, которое у нас появилось сейчас вместе с массовыми переводами Библии на европейские языки, вместе с книгопечатанием, интернетом и так далее. А если копнуть немножечко глубже, то там соображения несколько иные. То есть давайте подведем итог. То есть три – это, во-первых, как возраст поколения, а не одного конкретного человека. Во-вторых, что придать конкретному персонажу, протагонисту определенный вес, но потому что считается, что старейшина обладает авторитетом, что если человек с возрастом, то у него больше власти, знания, уважения, как сейчас модно говорить, респекта. И третье, что это игра слов, что это и число, и одновременно и слово, и, может быть, аббревиатура, описывающая какое-то качество этого человека. Но здесь нужно просто смотреть еврейский текст. То есть он очень непростой. Все эти пласты смысла срезаются при буквальном переводе на европейские языки, как мы их сейчас знаем. То есть все эти пласты смыслов уходят, теряется культурный контекст. Так, ну вот есть еще одна проблема с обоснованием поступков, так сказать, Бога, его решений. Но это, в общем-то говоря, не наше дело, неисповедимы дела Божьи. Да, это факт есть факт. А вот там, например, такой был факт описан, что Иисус Новин, это предводитель израильтян после Моисея, во время, так сказать, битвы там с каким-то местным населением, который тогда жил в Израиле, вот они вот пришли, евреи как раз занять Израиль, и этих, значит, уничтожали местное население. Битва никак не могла прийти к развязке. Он, значит, встал на горе, так сказать, воздел руки к небу и остановил Луну, так сказать, Солнце. И поэтому, значит, продолжаться, если было светло, и битва могла продолжаться. Наконец, руки у него устали, значит, пришли его помощники и поддерживали его руки, чтобы он, значит, руки воздетыми держал, чтобы Солнце остановилось. И я вам сейчас скажу, есть такой человек, он у нас и физик, и богослов, Ньютон, да? И вот у Ньютона, кроме вот этих его законов, первого, второго, третьего, есть еще, как сказать, нулевой закон о том, что после сотворения мира Господь Бог в дела мира не вмешивался. Вот, и вот тут как это Ньютон, и все, извините, я закончил, да, свое выступление. С вашего позволения, я искал объяснение, то есть это, если кто-то в детстве читал рассказы Бретта Гарта, там упоминается как раз вот этот вот эпизод, значит, мне довелось найти объяснение, объяснение, возможное объяснение, то есть я говорю, что это возможное объяснение, в лекциях по нервным болезням Давиденкова, которые издавались в Советском Союзе там и в 30-е, и в 50-е годы, конечно, его концепции нейрофизиологически устарели, но у данного сюжета, у данного сюжета, ну, то есть может быть символическое, типологическое, там, аллегорическое толкование, которое вы можете прочитать в комментариях, а я бы хотел прочитать, то есть связать это с другим, с нейрофизиологическим объяснением, которое, опять же, не отрицает бытие Божие, то есть мы сейчас бытие Божие не рассматриваем, а сейчас выносим как бы это за скобки, то есть как это можно было бы объяснить, значит, сейчас я открою, но мне нужно подгуглить просто, чтобы прочитать, чтобы не быть голословным. Гуглите, гуглите, гуглите. Да, я просто знаю, что искать, поэтому найдется быстро. Значит, сейчас, даже сразу скажу, где это найти в современных изданиях, это очень-очень легко найти. Это у Владимира Емельянова, Владимир Емельянов, это известный востоковед, значит, у него называется «Ритуал в Древней Месопотамии», вот, «Ритуал в Древней Месопотамии» Владимир Емельянов. Так, сейчас не скачивается. Вот, «Ритуал в Древней Месопотамии». Внимательно ждем, как я зрителям говорю. Да-да-да-да-да-да-да-да, сейчас. Звонок дается для учителя. Так, он рассматривает разные аспекты ритуала. Значит, я цитирую самого Емельянова, это из предисловия к этой книге. Он приводит выдержку из Давиденкова. Он приводит выдержку. «В медицине и биологии ритуализм человека изучался психиатрами и физиологами, которые во второй половине XX столетия передали эстафету специалистам по поведению животных. Исключительный вклад в понимание психофизиологических аспектов формирования ритуального поведения внес российский психоневролог Давиденков. Он поставил свою задачу понять, цитата, «каким образом первобытный человек, обладавший наблюдательностью и основывавший свои выводы, конечно, на опыте, мог сделаться адептом и при том столь упорным нелепого магического ритуала». Ну, это советская форма. В том-то и дело, что эта презумпция безрезультативности ритуала вовсе не обоснована. Ритуал, хотя и бессмысленный, вполне достигал цели, ради которой он предпринимался. Давиденков делит людей на два типа – художественный и умственный. Дальше следующая цитата. Первый тип характеризуется живым и эмотивно ярко окрашенным непосредственным восприятием действительности. Обычно идет рядом с достаточной силой подкорки. Второй характеризуется отвлеченностью, рассудочностью, а часто излишним умствованием, в то время как непосредственная действительная жизнь представляет часто для такого рода субъектов непреодолимые затруднения. А в самом деле, что делает с точки зрения динамики корковых процессов тот самый спешащий домой австралиец, который обламывает ветку дерева, чтобы остановить солнце? Вот он австралийский ритуал у австралийских аборигенов. Они перед тем, как идти по пустыне, обламывают ветку ритуального дерева, чтобы остановить солнце, чтобы жара его в пустыне не спалила. Он находится в состоянии тревоги вследствие застойной и эффективно окрашенной работы определенных картикальных комплексов. Эта тревога его мучает, ему мешает. Гипертрофируясь, она начинает приобретать черты обсессии. Тогда человек создает в коре своего мозга новый пункт концентрации раздражительного процесса. Использует отрицательную индукцию из этого второго очага, чтобы успокоить остальную кору мозга. Тем самым он уничтожает чувства, мешающие ему тревоги и, стало быть, лучше может руководить своими действиями. И, конечно, получает больше шансов попасть домой до захода солнца. Достигли ритуал своей цели? Конечно, да, и австралиец повторяет тоже действие в следующий раз с полным правом, может быть, рассматриваем как человек, обосновывающий свои поступки на опыте и наблюдении. Конец цитаты. Вот, пожалуйста, абсолютно аналогичный, ну то есть, давайте так, не абсолютно аналогичный, а очень похожая ситуация с австралийскими аборигенами, которые хотят успеть там перейти пустыню, достичь своей цели. Они тоже совершают некоторые ритуальные действия, в данном случае неважно какие, важно, чтобы они были устоявшиеся, повторяемые, воспроизводимые и так далее. И в данном конкретном случае это действие имеет непротиворечимое нейрофизиологическое объяснение, что те люди, которые совершают этот ритуал, у них получается все гораздо быстрее, и те, которые ритуал не совершают, у них, соответственно, ничего не получается. И такому человеку действительно может казаться, что солнце остановилось, время остановилось, потому что выражение «остановилось солнце» – это метафора остановки времени как такового, то есть само время остановилось. Вот, пожалуйста, другой совершенно пример, имеющий абсолютно непротиворечивое объяснение в проекции на нейрофизиологию конкретно. От Давиденкова. То есть здесь никакие законы природы не поменялись, ничего с астрономией не произошло. Вот. Но на эту тему написаны масса и тонны комментариев на самом деле, в том числе символические, типологические, аллегорические. Там есть те, которые уходят в текст оригинала, и в тексте оригинала получается игра слов. Там с одной стороны написано «остановка солнца», там с другой стороны это еще что-то означает. То есть надо просто смотреть конкретно еврейский текст. Я не готовился специально по списку вопросов. Но первое, что вот один из пластов такого объяснения – это вот, пожалуйста, такое. Еще я хотел бы остановиться. Вот вы упомянули, что вот этот вот генетик, он сказал что-то там про первородный грех. Значит, сама концепция первородного греха, она достаточно поздняя. Она развивается эволюционно. И почти в окончательном виде она фиксируется только в труде Ансельма Кентраберийского «Как Бог стал человеком». Значит, «Как Бог стал человеком» – это я сейчас скажу какой год, секундочку. «Бог стал человеком» – «Ансельм» – «Почему Бог стал человеком»? По латыни это называется «Курдеус Хома». Написал это Ансельм Кентраберийский в промежутке с 1094 по 1098 годы. То есть где-то вот так вот. Но все первое тысячелетие христианской истории, сама концепция первородного греха, она потихонечку развивалась эволюционно, окончательно оформилась при Ансельме, но раннее христианство этой концепции не знает. И даже восточно-христианские церкви, они до сих пор вступают в полемику с латинским прокатолическим представлением о первородном грехе, указывая на то, что это слишком юридизированная концепция, которая принесла правовые реалии воздней Римской империи на богословие. То есть само священное писание в чистом виде концепции первородного греха не содержит. И поэтому как-то апеллировать к ней как к чему-то содержащемуся в Библии, по крайней мере, преждевременно. Там, кстати, самого словосочетания первородный грех в Писании нет. Вот, чтобы так вот можно было понять и то, что, значит, описывается в первые шесть дней творений, в первые шесть дней творения там про Адама, Еву и так далее. Еще Григорий Богослов и Ориген и многие другие комментаторы указывали, что все это происходило в духовных мирах, если выражаясь языком платонической философии в мире идей, потому что, когда они вышли оттуда, они получили одежды кожаные. То есть они, как бы, уже выйдя оттуда, все-таки кожаная одежда – это тело человека. Все, что описывается в первых шести, так называемых, днях творений – это вот происходящее в каких-то духовных мирах, какие-то духовные принципы. Вот. То есть вот какая-то такая штука. Ну да, вот лично у меня такой подход к священному писанию и ко всем прочим, но просто вот как некий такой памятник литературно-религиозный, вот, святая его, а обсуждать, умствовать, ну, это, как сказать, неуместно. Мне кажется, вообще вот это вот его, ну, такой вот разбор, да, пытаться понять, да, это бесполезное занятие. Мне так кажется. Я, конечно, могу ошибаться. Здесь, скажем так, с вами бы не согласился, к сожалению, вот человек, которого, к сожалению, с нами нет, был крупнейший специалист по литературе этого периода Владимир Аронович Екапсон, можете погуглить. Он был крупнейший ассиролог, и нам, скажем так, нам повезло, потому что до нас дошло большое количество текстов еще клинописной культуры, как бы соседних, соседних традиций, там, ассирийские, халдийские и так далее. И нам есть с чем сравнивать, то есть нам есть с чем сравнить, нам есть с чем проводить компаративистский анализ. У нас есть данные для полиографии, у нас есть данные для сравнительной культурной антропологии, потому что можно с разных позиций подходить к данным текстам. И утверждение о заведомой необъяснимости текста Священного Писания, оно, скажем так, несколько преувеличено. Да, там есть некоторые фрагменты, которые не поддаются расшифровке. Ну, даже не некоторые, в ряде случаев там много таких фрагментов есть. Но тема интереснее – исследовательская задача, потому что здесь задача исследователя – это чистое приращение знаний об объекте исследования. И даже если задача кажется невозможной, нерешаемой, то это совсем не означает, что я совершенно не надо решать. У нас есть некий непонятный объект, и познание осуществляется там ради самого факта познания, и все. Почему бы нам не попытаться поизучать этот текст, в котором так много непонятных моментов. И у нас есть методы исследования, у нас есть материал для компротивистского анализа, то почему бы и нет, если есть с чем сравнивать. У нас есть какие-то эталоны, образцы, мы более-менее понимаем культурную среду, в которой это возникло. Постоянно появляются новые данные археологии, постоянно появляется пуперологический материал, выкапываются, слава богу, глиняные таблички, потому что это как раз те самые рукописи, которые не горят. И обжиг этих глиняных табличек сделал их вечным. То есть у нас есть клинописный материал, у нас есть фрагменты и свидетельства, вычленяемые из более поздних пересказов. Тоже есть текстологические методы, которые позволяют вычленить более древний пласт текста. А здесь текстологические методы, позволяющие устанавливать авторство с той или иной степенью достоверности. Но это тоже исследование, тоже изучение. Как-то так. Так, ваша точка зрения ясна. Вот. Так, что добавите? Как-то я даже... Видите, здесь такая штука, что у нас... Есть несколько моментов, что первое, сейчас очень модно стало говорить на тему верующий, неверующий. Но для человека, который включен в ту или иную традицию, вопрос, в принципе, так не стоит. Он либо участвует в данной традиции, либо он ей причастен, либо он ей не причастен. То есть он не ставит перед собой именно такого существенного вопроса, является он верующим или нет. Для него важно, чтобы все соответствовало той традиции, к которой он причастен. Это больше занимает пост советского человека, утратившего какие-то морально-нравственные ориентиры и пытающегося искусственно в это играть, пытающегося искусственно это воспроизвести и обрести некую причастность к более такой широкой традиции. Но если сравнивать с индуизмом, в индуизме, грубо говоря, есть путь пхакти, это путь практики, где люди не задаются существенными вопросами. Есть путь йоги, путь существенных философствований. И вот эта модернистская постановка вопроса о том, верующий я или нет, она не является ни тем, ни другим. То есть это и не серьезные какие-то философские теоретизирования, и не путь пхакти, а это попытка в большей степени психологической такой рефлексии, попытка как-то вот найти причастность к чему-то. И что самое интересное, когда на просторах в сети интернет встречаются люди, пытающиеся обрести себе, то есть найти вот эту вот причастность такую вот к себе, позиционирующие себя в качестве только-только состоявшихся верующих, и когда я у них спрашиваю, хорошо, вот ты себя позиционируешь в качестве верующего, церковь и так далее, когда ты в последний раз причащался? Я задаю этот вопрос. Значит, требую дать ответ в течение 24 часов. Именно я так ставлю вопрос. Требую, отвечай. Сразу резкий, отрицательный ответ. Не твое дело, это моя частная жизнь. Вот это ответ модерниста. Это ответ модерниста, который не живет церковной жизнью, не читает священное писание. Почему? Потому что мы сейчас сужаем все до примера христианства, например. Потому что по постановлению ряда соборов, я сейчас не помню конкретные номера деяний, пропустивший святое причастие больше трех воскресений подряд, автоматически отлучался от церкви. И это считался, это была единственная каноническая норма, которая действовала автоматически. То есть по всем остальным требовалось вынесение решений церковного суда. Это единственная норма, которая автоматически действовала, имела автоматические действия вне зависимости от персонального решения кого-то. Пропустил три воскресения подряд, все, ты отпала церкви. Дальше было сделано послабление в XII-XIII веках, что каждый выцерковленный человек обязан причащаться четыре раза в год по числу постов. Так сейчас причащаются староверы в наши дни. Вот они причащаются четыре раза в год минимум по числу постов. И, наконец, в XIX веке с разных сторон было сделано еще одно послабление причащаться хотя бы один раз в год великим постом. Один раз в год. Но сохранился прежний, так сказать, канонический строй, что если человек не причащается вообще, он автоматически от церкви отпадает. По-хорошему может возвращаться обратно только через чин присоединения. С одной стороны. С другой стороны, во втором послании апостола Петра сказано, что всякому требующему от вас отчета в вашем уповании будьте готовы дать ответ скротостью и благоговением. То есть норма о неприкосновенности частной жизни – это светско-гуманистическая норма. Это светско-гуманистическая ценность, которую я не отрицаю. Она очень хорошая. То есть я, советский гуманизм, считаю, что в нем есть много позитивного. Но, простите, либо вы светский гуманист, с одной стороны, и вы прикрываетесь в таком случае нормами, а не светско-гуманистической нормой, светско-гуманистической этикой, либо вы действительно тот самый истовый, верующий, в кавычках, каким вы себя рисуете в интернете. Совместить эти две ипостаси нельзя. Или ведите себя как-то скромнее, без биения себя пяткой в грудь, без позиционирования, что у меня, значит, и национальность, и религия, все совпадает, я тут самый религиозный, самый-самый-самый верующий. Но если самый-самый-самый верующий, то давайте вот как у апостола Петра. Он сказал, что «всякому требующему у вас отчета в вашем уповании будьте готовы дать ответ с кротостью благоговения». Окей, я всякий, и я требую. Условия соблюдены. Я всякий, я требую, предоставь отчет. 24 часа, давай. Когда причащался в последний раз, не твое дело. В 100% случаях выясняется, в 100% случаях выясняется, что этот человек либо причащался несколько лет назад, либо вообще никогда не причащался, на деле является, как у нас говорят, этническим, так сказать, что у него все это. Потому что как только стоит вопрос об обязанностях, сразу возникают вот такие вот штуки. И вторая такая вот реплика, которая не очень совсем нравится. Видите, Борис Сергеевич, я очень люблю биологию. Это очень хорошая наука, на самом деле. Там есть много интересного, много удивительного. Но проблема заключается в том, что некоторые, не только из наших биологов, не только из российских биологов, перестали заниматься собственной биологией, перестали заниматься собственными исследованиями и чистым превращением знаний о мире. и вместо продуцирования постановки проблем научных для исследований, стали заниматься постановкой безапелляционных суждений. Ну, это называется научно-популярная деятельность, популяризация. Да, то есть с постановкой безапелляционных суждений, то есть как бы не давайте вот это поисследуем, не давайте попробуем поизучать там вот этот вид там или решить эту проблему, там проблему классификации, демаркации и так далее, а будем производить безапелляционные суждения, в том числе за пределами своей дисциплины, за пределами, собственно, чистой биологии. То есть когда вот категорически выходит там «Бога нет, и в научном атеизме вы обретете спасение». Вы обретете спасение признанием того факта, что вы всего лишь являетесь кучкой мяса, изгустком нейронов, обколотых гормональной наркотой. И вот если вы признаете этот факт, то вы через это обретете... Ну, то есть это тоже получается своего рода такая квазирелигия, получается, нового типа. Вот. Такое тоже встречается среди вот биологических популяризаторов. И вот этот биоредукционизм в популярной форме, он... Ну, не то чтобы смущает, меня мало чем можно смутить, но он выглядит достаточно странно и, на мой взгляд, имеет мало отношения к, собственно, именно научно-исследовательской деятельности как таковой. Ну да, там он... Тут как-то трактование-то идет. Им ведь всякие вопросы задают биологам-популяризаторам. И, в частности, один из таких самых живых вопросов – это как появилась жизнь, да? Ну, вот как там эволюция шла, ну, это все второе, хотя тоже там много вопросов, как она шла, как она протекала, почему так долго ничего не происходило. Это вот, ну, практически от появления Земли, там жизнь была на Земле, и до кембрийского взрыва жизни, ну, собственно, ничего заметного, заметных изменений каких-то вот, заметных из нашего времени, по крайней мере, не происходило. А потом сразу ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба и там что-то меньше 400 миллионов лет, вот это все, все вот это вот понаделалось. Что это вдруг таком скачком? Да, а сам про себе вопрос, как она так быстро и легко появилась, самое главное. Ведь она появилась практически, как только у Земли была, появилась твердая земная кора, и на ней была вода, и на ней была жизнь. Вот какая-то та бактериальная, все понятно. Ну, практически сразу, вот как это так случилось? И они, значит, ответ дают, очень интересный. Они дают ответ, то как же вы этого не знаете? Это все очень просто. И как вы не знаете? Ну, типа такого-то. Это вы еще нас спрашиваете? Да очевидно. И там два-три слова из своего, так сказать, молитвенника они там повторяют, и все. Дальше они от нас открестились, отмазались. Ну вот. Но на самом деле, вот настоящие биологи, которые не популяризаторы, а занимающиеся наукой, вот я слышал от одного из них, академика, такую фразу, что достоверно можно сказать только то, что жизнь появилась. Другой биолог говорил мне так, что вот в приличных журналах по языкознанию не принимают статьи о происхождении языка, а в приличные журналы по биологии не принимают статьи по поводу происхождения жизни, возникновения жизни. Вот такие вот. Потому что эта тема остается ну совершенно непонятной, совершенно за пределами, скажем так, науки. Вот после того, как, значит, установилась, что значит установилась, подтвердилась фактическим материалом гипотеза когда-то, ну правильно сказать, теория того, что называют Большого Взрыва. Это неправильно называют, вульгарно называют, но тем не менее мы все понимаем, о чем идет речь. А после этого как-то вопрос о том, а что было до того, он просто, ну его даже, как сказать, лингвистически поставить нельзя, потому что до того, это значит во времени, а тогда времени не было. То есть до того, когда времени и пространства не было, действовали какие-то нематериальные причины, да, вот если вот они были, что, а мы их и не изучаем, мы понятия в этом не имеем, мы можем толковать каким-то образом, пытаться восстановить события, которые происходили там первые 10 в минус очень какой-нибудь большой степени секунды, но не до того как, потому что до того просто не было. Вот, ну вот какие-то такие вот вещи, вот это вот, да, вот, да, и кстати тот самый академик, он, значит, как-то выразился, а то в чем интересно смысл появления разумной жизни? Знаете, говорит, наверное, в том, что бы эта разумная жизнь может разнести жизнь по планетам, но действительно, так вот без участия космонавтики, да, это невозможно, ну, а космический аппарат рано или поздно занесет на Марс живых организмов, и какие-нибудь найдут, что там прижил, там не такие уж суровые условия, чтобы наши живые организмы там не выжили, у нас на земле живут в Антарктиде и где угодно, а там условия, ну, так сказать, даже мягче, чем в Антарктиде в некоторых местах, вот. Да, такие у нас есть микроорганизмы, вырабатывающие энергию за счет химосинтеза, они там могут... Да, им кислород-то не нужен вообще, да, так вот, в таком количестве, как вот нам, нам, растениям, рыбам, они обходятся, да, без кислорода живут, ну, вот, если туда не залетят каким-то чудом, то тогда вот, да, вот он так говорит, вот, понимаете, от академика услышать такой вот, почему это случилось, объяснением некой цели, что это случилось с какой-то целью, это было несколько неожиданно как-то так, вот, понимаете, как у нас-то мы, нас все учили, что все в мире случайно, все как попало, тяп-ляп, взял и появился человек, и все. Так вот сложились, так гены сложились, мутация такая. Ну, здесь, как бы, соблюдая российское законодательство, я сейчас произнесу фразу, чтобы у вас не возникло проблем, признанный в Российской Федерации иностранным агентом Виктор Семенович Вахштайн, он как раз занимался двумя проблемами и полемикой с вот этими биологами, с биологами-редукционистами, у него есть большая лекция по поводу популяризаторов науки, которую он читал, не помню где, с одной стороны, а с другой стороны, он как раз занимался проблемами, если я его правильно понял, если я не вру, там, целеполагания, то есть вообще целей демаркации первого, второго рода, то есть наука, не наука, и демаркации внутри научных дисциплин. Вот, наверное, было бы интереснее его пригласить в качестве спикера, но я не знаю, насколько это возможно, учитывая, что он, повторюсь, признан в Российской Федерации иностранным агентом и в настоящее время находится за ее пределами, то есть вот, не знаю, насколько это было бы возможно. Ведет агентурную деятельность за пределами Российской Федерации, да? Будучи иностранным агентом, да, находясь сейчас. Да, будучи иностранным агентом, он теперь там где-то за границей что-то, агентские какие-то дела выполнил. Да, это задуманно мощно. Он как раз занимался профессионально как раз вот этими вот вопросами, но я, правда, не знаю, насколько это будет возможно юридически и технически пригласить его к вам на стрим, учитывая, что у него такой вот статус. Ну, понятно, да. Надо изучить этот вопрос. Это же жуваты, как говорят вот в известных краях. Да, потому что вот как раз вот он этим занимался именно как серьезный ученый, как частный исследователь. и в общем как бы вот такая вот штука. От себя добавлю, что деятельность по поводу популяризации мне порой кажется достаточно странной, потому что она сама по себе стала превращаться в квазирелигию в некоторых вопросах. Ну, да, это вот у биологов как-то да, так вот они. Вот у биологов очень сложная проблема, им приходится по каждому поводу объяснять, как это все возникло, произошло, как это вот био. Ну, хотя в принципе говоря, ну, рассказывает и как грибы поедают лигнин, как грибы раньше этого делать не умели, и у нас осталась куча не поеденных грибами деревьев, которые теперь стали у нас запасами каменного угля, а вот теперь такого не будет, не будет такого, да. Есть еще куча, так сказать, второсортного угля, который накапливался в болотах, в болотах били родники и выносили, что попало, и поэтому в этом угле, который, в общем, плохенький уголь, в нем чего только нет, включая, например, очень мелкодисперсное золото, да, мелкодисперсное золото, всякие редкие металлы, уран, да, то есть, в принципе, сжигая такой паршивенький уголь, можно получить очень богатый спектр. Вот, например, по-моему, где-то, в тонне, по-моему, я не понял только, угля или шлака от его сгорания, дальневосточный уголь там где-то имеет порядка одного грамма золота, да, ну, то есть, уже очень даже приличная вещь, но все это вылетает в трубу. Все это очень трудно уловить, слишком мелкая дисперсность. Это не вот такие крупинки, которые золотоискатели промывают. О, это все биология, между прочим. Это все, все это продукт биологической деятельности, тема, так сказать, биологических рассказов. Я иногда вот опускаюсь, так сказать, до таких, или дохожу, да, до таких биологических рассуждений, вот беру мы себе такую смелость, но вот смелость, братка, объяснять, как возникла жизнь вслед за там, опаренным, еще кем-то. Ну, просто каждое следующее объяснение оказывается, значит, лет через 20-30-40 очень немножко таким наивным, вот как эти вот кукоцерватные капли, помните, были такие. Да, это было в учебниках биологии даже специально, там были картинки такие, которые изображались схематически, как они выглядят. Да, я помню, это еще в 90-х в учебниках по биологии было. Еще в 90-х кукоцерватные. А ничего не скажешь больше-то. Больше ничего не скажешь. Тут ведь какая штука, что меня еще интересовал вопрос, в принципе, появления такой вот атеистической мысли как таковой, и в прошлых веках она на самом деле была в ряде случаев обусловлена политически. Например, в 17-м веке некоторые прото-атеистические высказывания, прото-атеистические ассертио, как говорится на латыни, они были связаны с сопротиводействием, с засилью иезуитов в системе образования. То есть вот поскольку именно иезуитская партия, она стремилась контролировать европейские университеты, поэтому высказывания против религии на самом деле были в большей степени высказываниями антиклирикальными и даже не только против института вот этого папийской церкви, а против конкретно иезуитского засилья. В 18-19 веке это были высказывания связанные в большей степени с политической позицией, направленной против того или иного монарха, того или иного герцога, там епископа как феодала, потому что епископ очень долгое время в Европе до наполеоновских войн они были ну то есть ну это был феодал крупный землевладелец, пока не пришел Наполеон I и всех не обезземелил, то есть всю Европу, то есть все остались без земли, вот, и а сейчас это уже стало превращаться действительно в такую самостоятельную квази квази религию достаточно странной направленности, тут мне еще попалась одна цитата, с вашего позволения ее тоже зачитаю, так, это надо поискать, она у меня здесь где-то, где же, где же, сейчас, сейчас, секунду, я могу вот высказать свое мнение по поводу возникновения вот атеизма, да, и его победного шествия, да, в интеллигентских кругах, вот в 18 веке на западе, там, значит, вот, ну, как сказать, доминировала подход религии либо протестантские, либо католические, там везде понятие вот этого первородного греха, просто греха, не греши, на том свете отвечать, чистилище, все прочее, а жизнь-то она реальная, и очень многие представители, вот тех, кого мы могли назвать интеллигенцией, они так потихонечку поднимали из грязи в князи, и очень много чего грешили, и вот отвечать на том свете не хочется, и возникал вопрос, а для чего в системе мира нужен Бог? А Бог нужен только для того, чтобы объяснить вот первичный толчок, как у Ньютона, то есть акт творения, а давай, вселенная и вечно, и вот с тех пор пошел вот этот вот разговор, вселенная и вечно, и это с конца 18 века, и он был очень, ну, как бы сказать-то, негативно работал против науки, потому что, ну, вот смотрите, горят звезды, а вселенная вечно, а как они могут гореть, если вселенная вечно? Мы же знаем закон сохранения энергии, вот мы-то в нем уверены, у нас нам объяснили, что вечный двигатель нельзя сделать ни второго рода, ни первого рода, вот, а тут они как, и вот на самом деле наука в середине 19 века очень стеной стояла на пути закона сохранения энергии, не признавать, нет всеобщего закона сохранения энергии, это только в механике Ньютона называется, как это называется, интеграл движения, да, вот это вот, механическая энергия сохраняется, импульс сохраняется, моменты, все, это только у Ньютона, только в механике, а если вы выходите за механику, вот у вас тут Химическая энергия, световая энергия, электрическая энергия, чего там еще какая-нибудь. Это все не то, это все не это, это все ни при чем. А на самом деле, вот когда пришлось признать, в конце концов, в конце концов это было признано, тоже в 19 веке, и стал вопрос, а как же так быть-то, почему же Вселенная-то вечная? Почему звезды горят? И вот в нашей физической энциклопедии, второе издание, такое вот грязновато-синеватое обложки, пятитомник, было такое первое издание черное с серебряным тиснением, а второе такое грязновато-синеватое с полустертым золотым. Вот, и вот там, значит, объяснялось, что все это результат гигантской флуктуации. Вот то, что мы тут живем и разговоры говорим, да, вот если бы это является необходимым условием того, чтобы мы существовали. То есть мы выиграли лотерейный билет очень редкий. Ну выиграли, вот, ну все, ну радуйся. Но, правда, тут дальше они не объясняли, а почему этот билет такой, вот куча звезд там горит, куча галактик. Да, ну там получил популярность одно, так сказать, маргинальное объяснение теории Большого Взрыва о том, что Вселенная пульсирует. Вот это вот единственное, что смогла признать советская философия, значит, вот советская материалистическая философия, это то, что пульсирующая Вселенная, она вечно, но она пульсирует. Ну тут тоже, как-то, у пульсирующей Вселенной куча проблем с законом сохранения энергии, но вот, ну, это было до последнего момента, до 91-го года у нас все во всех этих вот... Пульсировало. Во всех книжках, которые были допущены для образовательного процесса, Вселенная пульсировала. То взорвется, то сожмется, то потухнет, то погаснет, то потухнет, то погаснет, вот так вот. Ну вот, вот так, чтобы она была вечной. Вот, но это, по-моему, до конца 80-х. В 90-м уже в учебнике астрономии не было такого. Уже не было, да? Ну, в 90-го... Перестрогий глазност, да? Да, да. В 1990-м году в учебниках астрономии уже не было, но в середине 80-х в учебниках астрономии еще было, то есть, как бы, в школьных имею в виду. Ну да. То есть, это, я так понимаю, то есть, это Горбачев, так сказать, Горбачевская, так сказать, веяня. Гайку отпустил, да, гайку открутил. Веяние это потихонечку убрали, сократив, под сокращением абзацев, выкидыванием, так сказать, выкидыванием материала. Есть такой исследователь мифологии, я нашел, Джозеф Кэмпбелл, американский. Он жил с 1904 по 1987 год. Он написал фундаментальную работу, которая называется «Сила мифа». Ее можно найти в Гугле. Мне просто совсем недавно попадалась выдержка из нее, как раз имеющая отношение к нашей теме обсуждения. Я зачитаю в русском переводе, с вашего позволения. Пожалуйста. Значит, кратенько. Раньше мир был немеханистическим. Он говорит про мир как мир в восприятии человека. То есть, не объективная действительность. Модель мира, модель вселенной. Да, да. То есть, восприятие мира имеется в виду. То есть, как-то в культурном коде. Раньше мир был немеханистическим, а живым. Отвечал на духовные потребности. Однако теперь мир напоминает механизм, все явления, в котором можно объяснить физикой, марксистской социологией и поведенческой психологией. А мы стали ничем иным, как сгустком нервов, реагирующих на раздражители. Такой подход, получивший развитие в XIX веке, выжил последнюю каплю свободы человеческой воли и современной жизни. И, на мой взгляд, здесь есть еще такая штука, что действительно вот этот биоредукционизм, как я его называю, он ставит человека в такое безвольное состояние и лишение его субъектности. Как-то вот так. Это уже мой комментарий, что про безвольное состояние и про лишение человека субъектности. Вот как-то вот так вот. Понятно. А может, Дмитрий Олегович имеет что сказать по данной теме? Ну, я, наверное, на этой третьей записи, фактически, больше как слушатель, поэтому мне очень отрадно, что в хорошем ключе идет, как говорится, беседа. Поэтому, ну, что добавить? В принципе, на тех двух записях, что я сделал, ну, что мы сделали с Борисом Сергеевичем, я уже, в принципе, все высказал, то, что хотел. И для меня... Да, и потребовался еще один спикер. Ну, я обозначил, конечно, безусловно. Да, вот нам еще один спикер пришел. Честь, что Максим принял участие в самое живое. Я очень ценю это, как говорится. Ну, в принципе, что хотелось бы добавить в двух словах. Вот если мы возьмем... Ну, так, это просто так усиление, скажем так, огранка. Тот же, например, выступление Гильберта Давида, да, на втором международном конгрессе математика в Париже в 1900 году, когда были сформулированы известные 23 проблемы Гильберта. Вот он тогда сформулировал их. Ну, это больше такую научность еще добавим. И вот завершающий, как бы, итог, как выразился Давид Гильберт по этим... Игнорабитус, да. То есть, ну, мы это понимаем так и никак иначе. А что будет дальше, мне неизвестно. Я к чему это хочу сказать? Что вот дальнейшая индукция научных знаний... Я уже говорил вам, Борис Сергеевич, вот свой пруф приводил, да, там, станет ли система, скажем так, полнота, да, ее и не противоречилась. Ну, тут мы уже терем и деделя. То есть, или можно привести слова спинозы, да, умный гнот импромагнифика. Все неведомое кажется нам благословенным. Вот если мы возьмем математики, эволюцию, это уже так, мое резюме. Вот каждый раз это тоже что-то заметается под ковер, так или иначе, да. Но вот сейчас в тренде, безусловно, мат-аппарат, это как логическая эволюция после наивной теории Георга Кантера, это теория категорий. То есть, в том числе, это следующая степень эволюции, теоретика множественного подхода, это теоретика категорный, где также вот мы говорим, соглашение делаем, да, выносим, что вот, чтобы не приближаться к парадоксу Кантера, да, то есть, так или иначе. То есть, создаем категории, категории высших порядков, топос, например, есть категория высших топосов, или вот, например, в последнем тренде, это так называемый, вот мы создали инфинити космос, да. Вот инфинити космос для того, чтобы обойти парадокс Кантера, который действует, парадокс расового, я прошу прощения. Вот, вот так вот, вот так вот. Поэтому науки, науки, ну, научное знание науки, а Божие Богу, вот что я со своей стороны хотел бы лаконично подвести итог. Ну, на мой взгляд. Ну, что тут добавить? Больше, в принципе, тут, на мой взгляд, сильно не добавишь, Борис Сергеевич. Ну, разве что, вы знаете, я вот разделяю, как бы, если уже вы упомянули, Борис Сергеевич, Иисуса Новина, да, как в дальнейшем предводителя после Моисея, то после него, если я не ошибаюсь, было до, там перед Давидом тоже, общество судей. То есть, вот, устройство общества, да, то есть, модель устройства, это общество судей. И, ну, библейская модель. То вот мне она приемлема, например, то есть, я ее разделяю. То есть, это близко где-то тоже, своего рода, к анархическому построению, да, Максим? Вот ты больше добавишь. Ну, имеется в виду библейское общество судей, до Давида. Я бы не сказал, что здесь анархия, потому что анархия там и не пахла. Там был, я просто забыл этот формальный термин из политологии, но, во всяком случае, там были протогосударственные институты, поэтому считать это анархией не совсем правильно. Ну, да, где-то это я, может, сказанул, да, так лихо, согласен. То есть, мне так что-то показалось, это такая демократическая своего рода анархия. То есть, как-то так, да. Ну, явно, что не коммунизм, безусловно. Понятно. Ну, как-то так. Понятно. А там еще по поводу, я хотел добавить, конечно, ну, я, если могу ошибаться, вот Масовецкое здание, это же было при равине Акиби, да? То есть, как таковом. Это, нет, это миф, что Акива... А, все, да. Это, скажем так, это полемический прием, который использовался со стороны католиков в дискуссии с иудеями, что иудейские раввины специально якобы исказили данный текст. Но дело в том, что у нас с тех пор появилось некоторое количество сторонних фрагментов свидетельств и сторонних рукописей, которые позволяют верифицировать масовецкий текст. И в таких критических исследованиях, как Библия, Эбраик и Штутгартензия, приводится, который издает, в частности, немецкое библейское общество Deutsche Bibelgesellschaft, это критическое издание еврейского текста Танаха, которое приводит ссылки на рукописный материал по конкретным сиглам, то есть где это еще проверить. Потому что одно дело, что да, у нас еще несколько сотен лет назад не было сторонних рукописей, которые позволяли верифицировать еврейский текст. Сейчас текстология ветхозаветных рукописей развита достаточно хорошо. И в ряде случаев это, конечно, те же самые рукописи Мертвого моря, которые подтвердили чтение книги пророка Исаии, которая там дошла сразу в нескольких экземплярах, и она подтвердила масоретское чтение. От этого никуда не деться. А во-вторых, у нас появилось достаточное количество рукописного материала из других регионов. То есть у нас не так много поводов сомневаться в подлинности и достоверности именно еврейского масоретского текста. Но даже если мы будем обращаться к греческому переводу, то даже греческий перевод Ветхого Завета... Это Сергея Гинта, да? Нет, то, что ты говоришь, это только пятикнижие. Только пятикнижие называется этим термином, потому что греческий перевод, он более глобален, это совершенно отдельная тема для разговора. Пророческие книги переводились позже в Александрии в течение нескольких сотен лет после этого, и потом добавлялись, потихонечку подшивались текст. То есть даже греческий текст, если мы забудем про еврейский текст, даже если мы обратимся к греческому тексту, он все равно не дает повода для таких однозначных прочтений, о которых мы упоминали. То есть в нем по максимуму переводчик пытался сохранять пытался сохранить вот эту вот игру слов, какие-то дополнительные смыслы, которые есть на языке оригинала. То есть все тезисы, которые мной были бы высказаны ранее относительно масоретского текста, мы можем их отнести к греческому, к раннему греческому переводу в той же самой степени. То есть если его читать, там тоже это сохраняется. Я понял. А речь идет только о моих тезисах, то есть мы не говорим о чем-то более глобальном. То есть они все применимы в равной степени и к еврейскому оригиналу, и к греческому переводу. Понятно. Скажите, пожалуйста, Максим, а как бы нам назвать сегодняшнюю беседу, вот мне вот заголовок придумать? Я бы его назвал о чудесах, о библейских чудесах. Это сильно громко, мне кажется, Борис Сергеевич. Ну, беседа именно так, но сильно громко. Это кликбейт. Как вы думаете, Максим? Скорректируйте меня. Все-таки мы здесь, главный спикер, и это только был вопрошающей фигурой. А я слушаю. О чудесах религии, может быть, не знаю. Это на ваше усмотрение. Я, кстати, хотел бы еще связать с математикой, вспомнить товарища нашего Георга Кантера, который выстраивал иерархию алифов, потому что, если вспомните, что в иерархии алифов у него алиф ноль – это мощность… Наименьший бесчетный кардинал. Ну, натуральные, грубо говоря, числа алиф ноль. Значит, алиф единица – это все ординалы. Если континуум гипотеза верна, то у нее, значит, он же континуум. Если континуум гипотеза не верна, это какой-то более высокий алиф, то есть за алиф единица, а Бог выражает бесконечность, которая за всеми алифами. То есть она выше всех… Ну да, да, да. Там накрутка, Максим, там идет накрутка омега в омеге. Да, это накрутка, это известная. А Бог – это такая бесконечность, которая бесконечнее всех… Конечно, безусловно. Всех прочих бесконечностей, находящих… То есть это субъект, находящийся или за пределами всех вот этих вот алифов… Ну, это какая-то математическая поэзия выглядит. А у нас ничего, кроме математики, нет, Борис Сергеевич. Нет, ну, попытка исчислить… Да, это попытка Борис Сергеевича. Математика – это она очень такая. Упоротым некоторым, вот, упоротым в кавычках, там, биологам и всем остальным ребятам привести… Надо орудовать в области естествознания. Математика – это язык, но… А как мы их же используем? Мы используем часть матапарата, то есть физики используют и так далее. Используем, используем, вот именно мы используем. Биологи используют. И еще позволите, я, значит, проверю еще один факт, то есть вот буквально пару минут, я подгуглю, я сейчас… Пожалуйста, погугли. Надо поискать, я просто знаю где, но я говорю, что я не готовился академически, так сказать, к данной встрече, поэтому мне приходится подыскивать. Главное знать, где искать. Остальное – это уже детали. Это знаете, Борис Сергеевич, я тогда, чтобы запомнить паузу, в чем разница, как говорил один известный математик, между талантом и гением, в том числе в математике. Говорит, талант видит цель, но не знает, как ударить по ней, а гений не знает, как ударить, но знает путь со своей свириной интуицией. Понимаете? И вот, ну, это да, это такие сложные тоже концепты. Вот такая грань, да, таланты гений, конечно. Понятно. Ну, то, что вот Максим упомянул, это, де-факто, это первая проблема Гильберта, то есть континуум гипотезы, она была… ее нельзя ни доказать, ни опровергнуть, это было сделано Полем Коэном. Ну, так, маленькая справка, Борис Сергеевич, уже добавлю, поумничаю, так сказать. То есть… Оно как бы, да, Борис Сергеевич, так вот, ну, вот обычному обывателю трудно, да, вот, ну, как бы принять то факт, что вот мощность сегмента, либо отрезка, да, Борис Сергеевич, равномощности прямой. Ну, как, как, да, Борис Сергеевич, ну, как? Ну, это достаточно понятно, но можно прямой отобразить на весь отрезок. Да, вы должны это показать, безусловно, отображение. Конечно, Борис Сергеевич, то есть построить взаимодозначенное соответствие, то есть де-факто. Понятно. Там банально поджали Борис Сергеевич тангенсом и вперед, например. Ну, только я имею в виду, ну, если мы возьмем интервал, потому что надо исключить слева-справа. Ну, да, там это хорошая иллюстрация. Не, ну, я привел просто пример, Борис Сергеевич, сразу, как добавить. Да, у нас такая вот пауза. Да, прошу прощения, есть еще расхожий миф про Пьера Симона Лапласа. А я говорил, Максим, я говорил, что вот это в раке, да, с Наполеоном и Лапласом, да? Дело в том, что это поздние биографы сказали про Пьера Симона Лапласа. То есть эта история, скорее всего, не имела места в действительности, потому что это поздние биографы рассказывали о Лапласе, и таких сведений в записях самого Пьера Симона Лапласа нет. До нас дошли письма Пьера Симона Лапласа, где он несколько раз говорил, писал своему сыну, да, хранит тебя Господь. Вот, значит, и, ну, то есть не то, чтобы он отличался какой-то особенно серьезной религиозностью, а просто вот, в принципе, с одной стороны, он и сам был не особо религиозен Лапласа, с другой стороны, в принципе, проявлять ее было во время революционных событий во Франции небезопасно, вот, и... Просто типичный, типичный аполитичный человек, свергли Наполеона, сам подписал, и потом за реставрацию монархии, правильно, Борис Сергеевич? Что ж тут скажешь? Был министром, безусловно, юстиции при Наполеоне Бонапарте, да? Ни внутренним делал. А? Ни внутренним делал. Ой, да, ну, я так сказал, минюст, да, министром внутренних дел при Наполеоне, при императоре. Да, которого выгналось правительство за внедрение метода бесконечно малых в систему административного управления. Да, бесконечно малых, духа. Духа, духа, духа бесконечно. Вот, и Пьер Симон Лаплас, я сейчас просто, как это, просто скажу. Я прошу прощения, я об этом, если вы помните, Борис Сергеевич, уже как предание свяжу, на второй записи об этом сказал, что это типа, ну, был, был, был ваш разговор, да, про Пьер Симон Лаплас. Наполеон. Да, да. Ну, как бы, и достаточно сомнительно, что, в принципе, Наполеон Бонапарт именно в таком виде ставил, что у него была именно в таком виде постановка вопроса, потому что именно в таком виде, в каком это подается в расхожем социокультурном анекдоте, именно в такой постановке вопроса, именно так она формулировалась у Иоанна Итала, да, то есть мнение Иоанна Итала было предано анафеме самой же церковью, да, еще в XI веке, поэтому, когда приписывают церкви то мнение, которое она сама предала анафеме, сколько... А что именно предали анафеме-то? То есть некоторые соборы на Иоанна Итала предали анафеме мнение об одушевленности небесных тел, о том, что небесные тела движутся душами, ангелами, то есть вот именно это с церковной позиции было анафематство, анафематство – это сама штука. И когда вот это, то мнение, которое сама церковь предала анафеме, приписывается церкви с этих позиций, уверенно говорится, что так оно и было, что в этой гипотезе теперь нет необходимости, то есть вот с этой позиции оно выглядит достаточно странно. Я еще добавлю, что Пьер Симон Лаплас, он принадлежал... То есть он был, скажем так, антиклирикальных настроений, но он не был именно совсем таким вот антирелигиозным, потому что он состоял в масонской ложе Великий Восток Франции. На тот момент, на тот момент, на тот момент Великий Восток Франции не допускал прием в свои ряды атеистов, и в качестве квалификационного требования в нем была вера в Бога, как великого архитектора Вселенной. Grand Architec de l'Univers. Прием атеистов в Великий Восток Франции – это конец XIX века. Это 1880-е и 1890-е годы, когда они решили открыть свободу совести и начали туда принимать. Но по состоянию на начало XIX века нахождение атеистов в рядах этой организации было невозможным. То есть, в принципе, человек должен был признавать факт бытия Божия, хоть его и… от него не требовалось его афишировать, от него требовалось признавать факт бытия Божия перед его приемом. То есть, эти все косвенные события говорят, что все вот это вот, что мы знаем про встречу Лапласа и Наполеона, это, скорее всего, исторический анекдот. Вот на этом я хотел бы завершить свое вот это вот изложение мыслей, да. Я должен вас всех благодарить за участие и надеяться, что мы с вами еще одну встречу назначим, я так полагаю. С Максимом у нас еще должен быть разговор про действительно чиньи слова. И про комплексные, да. Там про комплексные, про квадронионы, октанионы. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот, да. Ну, короче, спасибо большое. Всего доброго публике, родной. Не забудьте поддержать мой канал. внизу и пока всего наилучшего спасибо